В этих квартирах уже можно жить. В июле они будут введены в эксплуатацию, а еще через полтора месяца их владельцы справят новоселье. В Самаре построены два дома, каждый по 21 этажу, в которых жилье получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По муниципальному контракту городу предоставлено 65 квартир. Дома, оборудованные по современным стандартам, все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Мы всегда пытаемся с каждым новым домом сделать чуть лучше. Стандарты определены государственной программой. Это полноценная чистовая отделка, это плита, это обои, это линолеум, полноценные двери. Все то, чтобы дать возможность въезжающему ребенку-сироте уже сегодня заехать и жить. Эти дома построены по программе обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Исполнитель областной фонд жилья и ипотеки. Сегодня оценку качества строителя и далее представители общественного совета при областном минстрое. Жилье эконом-классы, все нормативы соблюдены, но на то и общественность, чтобы высказывать дополнительные пожелания к требованиям комфорта и безопасности. Норма это все равно минимальные требования качества. Задача общественного совета заключается в том, чтобы то, что строится с использованием бюджетного рубля, государственного рубля, оно отвечало не только минимальным нормативным требованиям, но это было современно, это было удобно. По мнению общественников, качество новостроек значительно выросло. Замечания касаются удобства для маломобильных граждан, безопасности на детских площадках. Их можно устранить, пока дома еще не сданы, а в дальнейшем учитывать при строительстве новых подобных объектов. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.